рыбакит папа рисует привет ребята меня зовут ваня я рисую на канале рыбакит у нас сегодня субботник даже не доброе утро добрый день скажу потому что уже пол первое и мы рисуем на гамма раша сегодня японскую тему все японское такое японскую вазу я рисовал рисую сейчас обычными фломастерами необычными конечно же у нас фломастеры гамма фломастеры мультики называются они они обычные смысле что они классические очень тоненькие я знаю многих есть я специально для них сделал такой урок рисование который подойдет для для тебя если ты захочешь что-то нарисовать школу например мы нарисуем вазу поэтапно постепенно возьмем серый цвет возьмем синий цвет возьмем голубой цвет возьмем темно-синий цвет черный цвет и немножко сакуры а сакура у нас розовый малиновый и мы их тоже возьмем розовый и ярко вот эти вот цвета нам понадобятся сегодня в основном эти цвета ветка сакуры в японской вазе но я честно скажу японская ваза у нас японская но она немножко будет похоже на китайскую потому что китайские японские народы они такие немножко культуры соединяются мы рисуем вазу надеюсь что она достаточно японской будет для тебя вазу легко нарисовать но немножко нужно вначале лайфхак знать чтобы она была ровная такая симметричная нетрудно сделать вначале поставь внизу точку где она будет стоять на чем она будет стоять да вот здесь точечка и вот такое донышко и и вверх проводим линию вот такую линию так раз два три 4 5 6 7 где-то посерединке рисуем вверх мы не будем закруглять сейчас вазу чтобы тебя легко было и чуть выше даже серединке вот сюда здесь горлышко сверху горлышко снизу снизу донышко горлышко имеет высоту так вот мы стараемся чтобы слева и справа было одинаково постарались сделали при она сужается мы здесь вот выберем точку здесь поставим здесь точку поставим с двух сторон сразу нам легче будет да а теперь еще ниже опустимся здесь большую точку поставим такая точка здесь и . здесь чтобы ровно было я вот так могу память а похоже 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 отлично я могу рисовать теперь я рисую так она сужается сужается она расширяется она расширяется она идет к донышку она идет к донышку и получилось очень даже похоже на вазу и она ровненько. А здесь донышко вот так еще заканчивает такой чудесной штукой. Вот это я и хотел тебе показать. Серый цвет нам больше не понадобится. В основном берем синий цвет и черные ветки. Синим цветом рисуем, раскрашиваем, рисуем всякие штуки полезные, красивые узоры, японские. Они похожи больше на китайские, конечно, но немножечко все-таки будем называть ее Японией, потому что сегодня у нас японская. Рисуем несколько цветочков. Кружочки. После этого так вот лепесточки. Очень легко. Кружочки, лепесточки. Закрашиваем все. Синий и белый. Вот так вот японцы и китайцы будем красить. Будем называть японско-китайская ваза. Закрашиваем. Дальше покажем полосочку. Полосочку. Здесь рисуем маленькие цветочки. Кружочки, а у них маленькие цветочки. Очень тоже легко. Я думаю, девчонки это легко справиться. Здесь один цветочек можно рисовать. Вот здесь один цветочек с такими вот лепесточками. Дальше. Рисуем рюшечки. Полосочка и рюшечки. Здесь и снизу рюшечки. Японец сидит и рисует. Мастер. А мы с тобой как японские мастера. Теперь листочки, цветочки, стебелечки. Стебелечки в разные стороны соединяем. Вот так они идут. В разные стороны. Красиво. Такой вот непонятной, извилистой штукой. И мы можем их нарисовать. А дальше около них листочки. Около них листочки. Маленькие листочки. Побольше листочков мелких. Декоративная ваза. Самое основное сегодня это рисование декоративной вазы. У тебя, я думаю, другая получится ваза. Потому что срисовывай, не срисовывай. Получится по-другому. Здесь тоже листочки. И тоже лепесточки или цветочки. Все это мы заносим. Дальше. Берем голубой цвет. Голубой цвет. Совсем маленький голубой цвет. И рисуем некоторые. Я нарисую здесь просто шарики. Кружочки. Рисую дополнительный цвет. Который вводим в нашу вазу. Она будет двухцветная. Голубая. Голубая. Как гжель. Но не гжель. Голубая и синяя. Вот такая ваза. А теперь рисуем любимую нашу сакуру. Очень легко рисуем. Несколько веточек вверх. Раз ветка. Два ветка. Три ветки сделаем. Три ветки. Очень легко. От каждой ветки отходит еще по ветке. По две. По две ветки. По две. Того еще здесь сделаем ветку. И некоторые ветки утолщаются. И это можно показать нашим фломастерам. Потому что у нас тоненький фломастер. Мы можем мелкие детали показывать. Вот так мы можем это сделать. Побольше нарисую здесь потолще штучки. Убираем черный цвет. Он тоже больше нам не понадобится. Основное нам понадобится два цвета. Малиновый и розовый. Это все остальные цвета, которые нам сегодня понадобятся. Малиновым рисуем вот такие вот кулебяки. Я рисую цветочки специально, чтобы они не были похожи на цветочки. Просто вот как бы немножечко сверху похожи. Просто каляки. Я рисую много каляк. И этих каляк нам нужно рисовать много. Потому что нарисовать их нужно вот так поэтапно. И много. И ты поэтому не застряй за внимание на каждой каляке. А просто рисуй каляки. Каляка, 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 каляка. Каляка, 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 каляка. Можешь петь песенку. Как-то бодрить себя и говорить. 1, 2, 3, 4. Считать их можно. Тоже будет хорошо. По-всяческому много каляк. Много у нас. Много-много-много. Очень много каляк. Даже внизу эти каляки могут валяться. Потому что лепестки с вазы сырой упали. С букета нашего. А теперь темно-малиновым. Будем называть его малиновым. Темно-малиновым цветом добавляем темно-малиновый цвет сюда же. Сегодня рисуем только фломастерами. И вот так я рисую классическими фломастерами. Это сложное рисование. Но я думаю, оно достаточно упрощенное. Чтобы показать тебе, что фломастер должен лежать прямо. Рисовать нужно и стараться нужно четко. Но быстро. Потому что фломастеры тоненькие. Если ты будешь рисовать каждую калячку одну минуту. То ты можешь 100 миллионов часов рисовать этот рисунок. А этот рисунок рисуется очень быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все готово для нашей Японии. Мы сегодня рисуем Японию. Кто рисует с нами на Ютубе. Там большой лайк. Приходи к нам в Инстаграм. Японская ваза. Похожа на китайскую, я согласен. По стилю она больше китайская. Но можно сказать, что под Японию она тоже подойдет. Восточная ваза с сакурой. Рисуй с нами. Приходи на Гамараша и Рыбакинь Пап рисуй.